Всем привет! Приглашаю вас немного прогуляться со мной недалеко от дома, вдоль нашей речки, посмотреть, что находится буквально вблизи моего дома. Сейчас вся река просматривается, пока нету листвы, а летом, когда кустарник уже зазеленеет и все это стоит в зелени, тогда и речушки почти не видно. Такая у нас симпатичная речушечка. Кстати, здесь довольно чистая вода, потому что в ней водится форель. Ну, по крайней мере, раньше мы это видели, сейчас не знаю. Смотрите, какое симпатичное местечко. Наш старенький мостик. Кстати, когда еще у нас не было моста, вернее, он был такой деревянный маленький, то вот машины все проезжали, трактора вот по этой дороге через реку. Ну вот, а сейчас она заросла уже. И даже трудно поверить в то, что здесь была дорога. Но она реально была, потому что река мелкая летом. Вот, а мостик раньше был деревянный. Там могла только проехать телега или пройти человек. Что-то наш мостик, походу, разваливается. Что-то там подкосилось какое-то, надо поближе подойти посмотреть. Сейчас заглянем под мостик и посмотрим, что там такое. Не знаю, насколько это влияет на прочность моста. А вот вам и первые весенние грибы. Они имеют такую алую, ярко-красную окраску. Смотрите, какие красивые. Еще один спрятался. И этот гриб имеет такое сложное, но красивое название. Саркасцифа. И что интересно, они съедобные. И я об этом узнала совершенно недавно. То есть их можно кушать. Даже говорят, сырые можно кушать. Ну, не знаю. А знаете, на вкус. Как гриб. Ни горечи никакой, ни вязкости. Как обычный гриб-сыровежка. Вы знаете, что гриб саркасцифа считается экологическим индикатором. Но она никогда не растет в загрязненной местности. Если вы увидели в лесу этот аленький грибочек, то можете быть уверены, что в этом месте лес экологически чистый. Смотрите, какое здесь их количество. Невероятно. Я думаю, тут ведро точно собрать можно. Ну, знаете, как-то я, честно говоря, не рискую их готовить. И лучше считаю, что дождаться традиционных, обычных наших грибов, привычных. Ну, какая красота. Не, ну, вы гляньте. Какое чудо природы. А речка-то наша речка. Разлилась не речка, а речище. Аж не верится, что такая может быть огромная. Честно говоря, вот такого у нас не было очень много лет. Златка, купаешься уже глубоко? Летом она, ну, даже и по колено не доходит в этом месте. Вы представляете, насколько ее, насколько ее вот стало больше по величине, как она растеклась. Пойдем посмотрим. Обойдем наше, как говорится, владение от эти грибы. Ну, как огоньки. Как огоньки повсюду. О, а тут тоже полянку затопило. У нас тут такая полянка есть, но, правда, до нее добраться летом трудновато, потому что здесь такие уже заросли, как джунгли. А сейчас можно пройти. Вот. Сейчас, кстати, здесь очень хорошо бобру. Он тут периодически орудует. Не, ну вы только посмотрите на это. Это ж местный бобер. Злата. Э, она, наверное, бобра почуяла. Что, нормально водичка так хорошо? Э, купальщик. Нет, ну это, гляньте на это чудо. Классно, Злата, классно. Вот, проснулся ужик уже. Ну а че он? Будет шевелиться? Злата. Злата его расшевелила. Хе-хе-хе-хе-хе. Маленький такой, совсем худенький. Так и проснулся. Красавчик. Красавчик. Ну, как скрутился в оборонительную позу. Не бойся, тебя никто трогать не будет. Остатки домика. Это мои мальчишки, когда маленькие были, вот строили такой домик. Вот что-то еще от него осталось. Руины. Такой вот березовый лесочек, недалеко от нас. Ну, хвались, кого ты там нашел. Маленького мышонка. Смотрите, какой маленький. Маленький. Да не трогайте вы его, он же маленький. Маленький мышонок. Во-во-во. Во-во-во. Смотрите, какая красота через дорогу. Прямо напротив дома. И при том, когда-то здесь было только один маленький кустик. И вот где-то за три года, как вот он, как он тут размножился. Ай, какая красота. Нежные, первые весенние цветочки. Катя, 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 Катя. Иди посмотри, какие цветочки красивые. Иди понюхай. Иди посмотри. Иди, Катька, посмотри. Иди посмотри. Ну, скажи, какие мне цветочки. Ты хочешь тоже, что тебя погладили? Ну, и это со второй стороны. Субтитры сделал DimaTorzok